И мы с вами живем в такое очень интересное время. Вы знаете, что многие люди, о которых говорит Библия, они бы хотели жить в это время. Это величайшее время. И это время великих потрясений. И в Писании написано, Бог говорит, что в последние дни Он потрясет небо и землю. И мы с вами живем в период, когда этот процесс уже начался. И вы видите то, что происходит в мире, то, что происходит с народами, то, что происходит с Израилем. И это все то, о чем говорил Иисус. И для чего это все происходит? Зачем Бог это все делает? Какие цели Он преследует? И основное место сегодняшнего дня у нас будет Евангелие от Матфея, 24 глава. Матфея, 24 глава. И в Матфея, 24 главе, в 14 стихе раскрывается план Божий. И там написано, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И у Бога есть две цели. Первая цель – это установление Его Царства на земле. И в Матфея, в 6 главе, в Нагорной проповеди, есть образец молитвы. И там есть молитва «Отче наш». И там есть такие слова. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Помните, да? То есть, да придет Царствие Твое, куда придет? На землю. И да будет воля Твоя на земле, как на небе. И в послании к эфесянам там говорится… И да будет воля Твоя на земле, как на небе. В послании к эфесянам, в 1 главе, в 10 стихе написано. Апостол Павел говорит, я читаю 9-10 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем». Но в нем – это в Ешуа. «В устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». То есть, это то царство, о котором мы говорим. И Ешуа есть царь. Он есть царь иудейский, и он есть царь царей. И его царство, оно будет на земле. И он будет царствовать на этой земле. И все земное и небесное, оно будет соединено под одной главою, в одном царстве. В царстве Ешуа. Ну, еще можно посмотреть книгу Даниила, 7 главу. Даниил, 7 глава, 18 стих и 27. В 18 стихе написано... В 17 стихе там говорится о четырех периодах человеческой истории. И эти периоды названы зверями. Ну, вы помните, там, барсы, медведи, львы. И в 18 стихе написано... Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и вовеки веков. И 27 стих. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное. И все властители будут служить и повиноваться ему. И это Божий план. Это первая цель. Как вы думаете, какая вторая цель? Того, что происходит. Это люди, которые войдут в это царство. И поэтому Евангелие царства, оно проповедано по всей Вселенной. И помните, Ешуа говорил, когда будете входить в селение, говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть это царство, оно уже близко. И в послании Титу во второй главе с 11 по 14 стих. Вторая глава с 11 по 14. Там написано, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам». То есть, кроме царства, нужен еще народ. Народ святых, взятых в удел. То есть, и Господь, Он очищает себе этот народ, ревностный, добрым делам. То есть, это то желание, которое есть в Его сердце. И вы знаете, что Бог, Он не говорит тайно. Он открывает свой план в Писании. И мы можем видеть этот план в Его Писании. И во втором послании Петра, в первой главе, в 19 стихе, там говорится о вернейшем пророческом слове. И Петр говорит, вы правильно делаете, что обращаетесь к Нему. То есть, вот это вот вернейшее пророческое слово. Записали, да? 1.19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, светящему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». И вот это вот пророческое слово, которое мы имеем, это вернейший светильник, который даст нам понимание того времени, в котором мы живем, и который указывает нам направление, чтобы мы с вами не ходили во тьме. Это вернейшее пророческое слово. И это слово, оно не закрыто, оно открыто. Но есть некоторые вещи, которые мы не знаем. Есть некоторые вещи, которые мы не понимаем. И во Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе написано, «Открытое принадлежит нам и детям нашим. Сокрытое принадлежит Господу». И то, что вы понимаете, вы должны исполнять. И в Библии есть определенный принцип. И у Бога есть определенный принцип. Верный в малом ставится над большим. И когда ты начинаешь исполнять то малое, что ты понимаешь, Бог начинает открывать больше. Но если ты не исполняешь то малое, что тебе уже открыто, ты не сможешь постигнуть большего. Понимаете? То есть это принцип. И вы здесь учитесь не для того, чтобы просто учиться, а для того, чтобы быть эффективными служителями. Чтобы служить. И чтобы понимать то время, в котором вы живете. И чтобы исполнять Божьи планы для этого времени. И вы должны найти свое место в теле Мессии. И быть эффективными служителями. И апостол Павел говорит Тимофею, то, что ты принял от меня, при многих свидетелях, передай кому? Верным, которые были бы способны и других научить. Ну, на первом месте идет верность. То есть эти люди, они принимают, и они начинают отдавать. Понимаете, да? То есть если вы отучите здесь два года и ничего не будете производить, мне вас жаль. Знаете почему? Потому что вам придется дать отчет за то, что вы получили. И у вас больше, чем талант. Поэтому двигайтесь. И Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 17 стих. Ну и там как раз открывается вот этот принцип. Что больше, 13 глава, 17 стих, Евангелие от Иоанна. Больше откровения приходит, когда мы послушны. 13, 17. И Иисус говорит, если это знаете, блажены вы, когда исполняете. То есть вы понимаете, исполняете и приходит больше. Но если вы не исполняете, то вы подобно человеку, который рассматривает свои природные члены в зеркале. Посмотрел и забыл. Понятно. И в жизни каждого верующего наступает такой момент, что дальше он развивается только тогда, когда начинает служить другим людям. Понимаете? Ну и запишите Евреям 12 глава с 25 по 29 стих. И там пророчество, ну буквально цитата из книги пророка Агея, 2 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит такие слова. 12 глава. С 25 по 29. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши, глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблиемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы приемлят царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. То есть мы живем во времена, когда все, что может быть потрясено, оно будет потрясено. Ну и давайте посмотрим, что буквально говорит Агей. 2-7. Здесь написано, «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славой». 6-7 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славой», говорит Господь Саваоф. То есть, это будет как раз перед пришествием Ешуа, придет желаемый всеми народами. И что будет происходить перед его пришествием? Будут происходить великие потрясения. Великие потрясения. И вы можете задать вопрос, что нам делать, чтобы устоять в это время? А как вы думаете? Я знаю одно место, которое не будет потрясено. Вы знаете, есть такая гра Сион. И вы знаете, что у нас есть основание скала нашего спасения. И эта скала она не потрясется, даже когда весь этот мир будет ходить ходуном. И эта скала это Ешуа. И в Матфея 16 глава 18 стих 16-18 Луки 6 47-49 В Евангелии от Матфея 16 глава Иисус говорит Петру такие слова «Я говорю тебе ты Петр и на всем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее». Ты Петр камень и на всем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее». О каком камне Иисус говорит? «Неужели Петр был тем камнем который непоколебимый?» Он говорит «Ты Петр и на всем камне я построю я создам церковь мою». Откройте пожалуйста 1 Петра 2 главу 1 Петра 2 глава Давайте посмотрим что сам Петр говорит на эту тему. 1 Петра 2 глава с 1 по 6 стих «Итак отложивший всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение ибо вы вкусили что благ Господь приступая к нему камню живому человеками отверженному но Богом избранному драгоценному и сами как живые камни устрояйте себя дом духовный священство святое чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом ибо сказано в Писании вот я полагаю в Сионе камень краеугольный избранный драгоценный верующий в него не постыдится и так он для нас верующих драгоценность а для неверующих камень который отвергли строители но который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна о ком говорит Петр о Ишу и вы знаете в греческом языке здесь получается как бы игра слов Иисус говорит Петру ты Петрос камешек небольшой камешек и на всем камне Петре скале и на этой скале я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее но Ишу он говорит уже не о Петре он как бы сравнивает Петра со скалой и Ишу он скала и на этой скале мы строим это то основание апостолов и пророков на котором мы строим и на этом камне мы из себя устрояем дом духовный чтобы приносить жертву Богу понятно да Евангелие от Луки 6 глава 6 глава во сколько у нас перерыв чтобы я мог ориентироваться по времени у меня нет через 10 минут я не против ну вы тогда сами уже балансируете когда как я могу проповедовать два часа для меня не проблема но но я думаю что будет проще уже просто двигаться по расписанию для вас проще и для меня хорошо Евангелие от Луки 6 глава вы вы знаете это очень интересная тема и тот конспект который я вам даю вы сможете дополнять на протяжении всей вашей жизни 6 глава 47 стих 47-49 и там написано всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий скажу вам кому подобен он подобен человеку строящему дом который копал углубился и положил основание на камни почему когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом то не могла поколебать его потому что он основан был на камне а слушающий не исполняющий подобен человеку построившему дом на земле без основания который когда наперла на него вода то час обрушился и разрушение дома было великое то есть здесь есть очень важный момент копал углубился и докопал до камня потому что можно копать и не докопать до камня например вы знаете что иудеи 2000 лет копают и никак не могут докопать до этого камня драгоценного верующий в которого не постыдится то есть если бы они искренне копали они бы увидели очевидное но вы знаете они как-то странно копают например вы знаете что 53 главу Исаии в синагогах не читают но чтобы не дай бог кто-то не увидел это драгоценный камень и вдруг не задал бы вопрос о ком здесь говорится но вы знаете сколько мессианских евреев обратилось через 53 главу Исаии потому что для них это очевидно то есть они начинают задумываться над этим и они начинают видеть вы знаете что сделали старцы они ну я читал высказывания Маймонида который жил в средние века и он говорит что наши старцы говорили что проклят всяких кто исчисляет пришествие мессии по числам из книги Даниила ну по седьминам и почему чтобы если ты узнаешь время и мессия в это время не придет чтобы ты не разочаровался то есть они прокляли людей которые пытались высчитать приход мессии по числам но в книге Даниила там же настолько точно говорится о времени пришествия мессии что практически если человек начинает разбираться с этим он видит когда должен был прийти мессия и там точно указывается время пришествия христа первого его пришествия и это очень важно чтобы мы с вами подходили к писанию с искренним сердцем аминь и не просто с искренним сердцем но чтобы мы и исполняли то что там написано и евангелие от матфея 24 глава 24 евангелие 24 глава евангелия от матфея это очень интересная глава я читаю с первого стиха и вышед иисус шел от храма и приступили ученики его чтобы показать ему здание храма иисус же сказал им видите ли все это истинно говорю вам не останется здесь камня на камне все будет разрушено когда же сидел он на горе илеонской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия кончины века и здесь есть очень важный момент я хочу чтобы вы его увидели ученики задают два вопроса а не один они их как бы сводят в один но на самом деле это два вопроса иисус показал им здание храма и вы знаете что это было самое величественное сооружение в истории человечества иерусалимский храм это был самый красивый храм в истории человечества и ученики показывают иисусу храм показывают его дворы показывают все что там иисус говорит видите это все здесь не останется камня на камне и когда он зашел на Иолионскую гору а эта гора она как раз с восточной стороны напротив храма и с этой горы храм как на ладони и если кто-то из вас был в Иерусалиме с Иолионской горы очень четко видна вся храмовая гора сейчас там стоит мечеть Амара и мечеть Ягс и вот эта вот храмовая гора вот Иолионской горы она как на ладони там все видно и ученики показали ему он говорит этого ничего не будет не останется камня на камне и они задают ему вопрос когда же сидел на горе Иолионской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века то есть и какой признак твоего пришествия и кончины века вы знаете что произошло с храмом в 70 году храм был разрушен до основания во время первой иудейской войны римляне обложили Иерусалим и это была очень интересная история она описывается у еврейского историка Иосифа Флавия который жил в первом веке и который был участником этой войны и римский император Тит который руководил осадой Иерусалима в начале это был его отец Веспасиан он начал эту осаду и закончил ее Тит и Тит отдал приказ не трогать храм чтобы храм был сохранен но произошла удивительная вещь то есть римляне они не смогли захватить город через стены и они захватили город через храм и в храме были комнаты где хранились ветви которые приносили на суккот и один римский воин просто бросил головню в одну из таких комнат и эти ветви они просто вспыхнули и вот отсюда начался пожар который охватил весь храм и храм уже спасти было невозможно и римляне они ворвались в город через храм и храм был разрушен до основания ну и потом римляне они специально разбивали стены разбивали камни для того чтобы достать золото которое протекло во время пожара то есть от храма практически не осталось камня на камне и произошла еще одна очень интересная вещь вы знаете что была попытка восстановить храм эта попытка была во времена Юлиана отступника он разрешил иудеям восстановить храм иудеи попытались это сделать они собрали очень большие денежные средства и они начали производить работы на храмовой горе и когда они начали закладывать фундамент произошло сильнейшее землетрясение и они поняли что просто Бог не хочет чтобы этот храм был восстановлен и не прекратили какие-либо работы ну и там еще происходили некоторые вещи странные вещи то есть появлялся огонь и часть людей погибла от огня то есть вот есть такая история о храме и от храма не осталось камня на камне и дальше Иисус говорит Иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прельстил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я Христос и многих прельстят также услышите о войнах и о военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры и землетрясения по местам все же это начало болезни тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое и тогда соблазняться многие друг друга будут предавать и возненавидят друг друга и многие лжепророки восстанут и прельстят многих и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется и проповедана будет сия евангелия царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец итак когда увидите мерзость запустения реченую через пророка Даниила стоящую на святом месте читающий да разумеет тогда находящиеся в иудеи добегут в горы и кто на кровле тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего и кто на поле тот да не обращается назад взять одежды свои горе же беременным и питающим сосами в те дни молитесь чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет и если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни тогда если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верть ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса чтобы пролистить если возможно и избранных вот я наперед вам сказал и так если скажут вот он в пустыне не выходить вот он в потаенных комнатах не верть ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада так будет пришествие сына человеческого ибо где будет труп там соберутся орлы и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда восплачут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силой и славой великой и пошлет ангелов своих с трубой громогласной и соберут избранных его от четырех ветров от края небес и до края их от смоковницы возьмите подобие когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья то знаете что близко лето так когда вы увидите все сие знаете что близко при дверях истинно говорю вам не придет род сей как все сие будет небо и земля придут но слова мои не придут одни же том и часи никто не знает ни ангелы небесные а только отец мой один но как было во дни ноя так будет и в пришествии сына человеческого ибо как во дни перед потопом ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел ноя в ковчег и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и в пришествии сына человеческого тогда будут двое на поле один берется другой оставляется две мелищи в жерновах одна берется другая оставляется и так бодрствуйте потому что не знаете в который час Господь ваш придет но это вы знаете что если бы ведал хозяин дома в какую стражу придет вор то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего потому и вы будьте готовы ибо в который час не думаете придет сын человеческий кто же верный и благоразумный раб которого Господин его поставил над слугами своими чтобы давать им пищу во время блажен тот раб которого Господин его пришед найдет поступающим так истинно говорю вам что над всем имением своим поставят его если же раб тот будучи зол скажет сердце своем не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и пить и есть с пьяницами то придет Господин раб Рабатову в день который он не ожидает и в час который не думает и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами там будет плач и скрежет зубов очень интересно да и сейчас мы с вами сделаем перерыв и вот это вот место оно будет как бы скелетом на котором мы будем строить дальше наше учение все дальше Евангелие от Луки 17 глава 26-30 стих и как было во дни ноя так будет и во дни сына человеческого еле пили женились выходили замуж до того дня как вошел ноя в ковчег и пришел потоп и погубил всех так же как было во дни лота еле пили покупали продавали садили строили но в день который лот вышел из содома пролился с неба дождь огненный и серный истребил всех так будет и в тот день когда сын человеческий явится и Ешуа говорит о том что в последние дни ситуация будет напоминать ситуацию которая происходила во дни ноя и во дни лота и мы с вами посмотрим что Библия говорит о том что происходило во дни ноя история ноя записана в бытие 6 глава 13 стих бытие 6 глава 13 стих с 1 по 13 извиняюсь с 1 по 13 и там говорится когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих что они красивые брали их себе в жены какую кто избрал и сказал Господь не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми человеками потому что они плоть пусть будут дни их 120 лет в то время были на земле исполины особенно же с того времени как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им это были сильные издревле славные люди и увидел Господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и раскаялся Господь что создал человека и воскорбел в сердце своем и сказал Господь истреблю с лица земли человеков которых я сотворил а человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю ибо я раскаялся что создал их Ной же обрел благодать пред очами Господа вот житие Ноя Ной был человек праведный и непорочный вроде своем Ной ходил перед Богом Ной родил трех сынов Сима Хама и Иофета но земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеянием и возрел Бог на землю и вот она растлена ибо всякая плоти извратила путь свой на земле и сказал Бог Ною конец всякой плоти пришел пред лицом мое ибо земля наполнилась от них злодеяниями и вот я истреблю их земли и что мы видим что происходило во дни Ноя Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих что они красивые брали их себе в жены какую кто избрал и сказал Господь не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками потому что они плоть пусть будут дни их сто двадцать лет и как вы думаете о чем здесь говорится но я вам скажу есть две версии комментария этого отрывка первая версия что дочери это были дочери человеческие а сыновья Божьи это были потомки праведного Сифа и вторая версия что это были ангелы которые входили к дочерям человеческим моя точка зрения не только моя но и ряда таких известных служителей таких как Деррик Принкс Терри Ло и других что это были ангелы Библия называет исполинов которые рождались у этих женщин гиборим или нефилим нефилим переводится как падшие гиборим это исполины или великаны но нефолим это падшие и я хочу чтобы вы записали еще два места книга Йова первая глава шестой стих и тридцать восьмая глава седьмой стих книга Йова 1 6 и 38 7 и Иуды 6 7 ну в смысле не шестая глава а 6 7 стихи и давайте мы посмотрим что говорит Йов по этому поводу и я вам хочу сразу дать один момент который здесь написан который в русском тексте совершенно не виден тогда сыны божьи увидели дочерей человеческих что они красивые брали их себе в жены какое кто избрал на самом деле в оригинале здесь стоит дочери человеческие с определенным артиклем и на самом деле в оригинале написано что это были дочери Адама не вообще человеков не вообще дочери людей а дочери конкретного человека дочери Адама и прочитайте пожалуйста пятую главу третий стих Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему по образу своему и нарек ему имя Сиф или Шет то есть это был сын по подобию Адама и по образу Адама и Библия не называет его сыном Божьим да теперь мы посмотрим с вами книгу Йова книга Йова первая глава книга Йова первая глава шестой стих там написано и был день когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа между ними пришел и сатана помните Павел говорит о том что сатана принимает облик ангела света то есть я думаю что Павел дает ссылку на этот стих что сатана пришел среди сынов Божьих как вы думаете о ком говорится в этом контексте об ангелах которые пришли в Божье присутствие ну и посмотрите 38 главу Йова 38 глава книги Йова 38-7 при общем ликовании утренних звезд когда все сыны Божьи восклицали от радости и там говорится о творении земли как вы думаете человек был сотворен позже сотворения земли да какие сыны Божьи восклицали от радости то есть в Библии написано вначале Бог сотворил небо и землю небо Шамаим множественное число Бог сотворил небо а потом сотворил землю вначале был сотворен духовный мир были сотворены ангелы и так далее потом была сотворена земля и здесь написано о сотворении земли и Бог говорит где ты был когда я полагал основание земли скажи если знаешь кто положил меру ей если знаешь или кто протягивал по ней верфь на чем утверждены основания ее или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд когда все сыны божьи восклицали от радости то есть здесь говорится о процессе творения и здесь говорится о сынах божьих и давайте мы с вами посмотрим что говорит Иуда в 6 в 6 7 и там написано и ангелов не сохранивших своего достоинства но оставивших свое жилище соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня как садом и гомора и окрестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью подвергшись казни огня вечного поставлены в пример подобно им то есть ангелы оставили свое жилище сошли на землю и ходили за иной плотью то есть за кем они ходили за дочерями человеческими ну и я вам скажу еще у меня есть мой ну в какой-то мере субъективный опыт связанный с консультированием то есть вы люди серьезные поэтому я вам говорю дело в том что мы в процессе консультирования сталкивались с такими вещами как сожительство женщин с бесами то есть это вполне реальные вещи то есть существуют такие вещи сейчас дети не рождаются не знаю я же вам говорю то что открыто открыто то что сокрыто сокрыто но в писании говорится о конкретных вещах то есть и я думаю что это связано со сверхъестественным сатанинским вмешательством в человеческую жизнь и бог говорит не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком потому что они плоть пусть будут дни их 120 лет из-за чего произошло сокращение человеческой жизни из-за того что люди начали заниматься оккультизмом ну и есть такой апокриф книга еноха я не пропагандирую апокрифы но в этой книге описывается что происходило во времена ноя и там описывается как ангелы сожительствовали с дочерьми человеческими и обучали их разным вещам то есть таким как колдовство и так далее то есть они обучили людей как производить оружие и так дальше ну и я думаю что здесь говорится о сверхъестественном сатанинском вторжении в человеческую историю то есть люди они начали строить отношения с демоническими духами второе пятый стих книги бытия и увидел господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и мы с вами живем во время когда происходит такой необыкновенный всплеск оккультизма то есть для нас это уже стало естественным возьмите любую газету и прочитайте о спасителях которые стучат в сердце и обещают войти если отворить и точно войдут но не возьмите там любые там великая спасительница Софья да 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 то есть это вещи того же поля ягоды включите телевизор каждый день вы увидите астрологический прогноз там разные глобы и так далее то есть это стало естественным дальше развращенное мышление то есть и увидел Господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время ну достаточно включить телевидение или посмотреть газеты чтобы увидеть что происходит сейчас в мире то есть мир он насыщен этим он насыщен насилием он насыщен сексом он насыщен развращенным мышлением то есть это знаете вот как море со всех сторон то есть это стало естественным и люди к этому привыкли и это естественно но это то что было во времена ноя и то о чем говорит писание и увидел Господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и это то что происходит в наше время то есть это стало естественным и в писании написано что тьма покроет народы и это то что происходит в наше время развращенное мышление 11 стих но земля растлилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями насилие и просмотрите пожалуйста статистику то что происходит и вы увидите что насилие стало естественным в наше время то есть мы относимся к этому уже как естественно то есть мы слышим эти сводки об убийствах об изнасилованиях об ограблениях и для нас это стало естественным то есть это нормально я не говорю только на Украине это происходит по всему миру возьмите посмотрите что происходит в Америке когда школьники начинают расстреливать своих одноклассников когда студент за то что там ему поставили плохие оценки взял автоматическую винтовку расстрелял своих преподавателей то есть это стало естественным и мир это воспринимает как естественное посмотрите что происходит в Афганистане посмотрите что происходит в Чечне то есть насилие оно стало в наше время естественным но это то что было в одни ноя это ненормально и это то о чем говорит Иисус это то что будет происходить в наши дни и это то что будет происходить перед Его пришествием то есть и это то что происходит 12 стих и возрел Бог на землю и вот она растлена ибо всякая плоть извратила путь свой на земле о чем здесь говорится здесь говорится о половой распущенности и на сегодняшний день половые извращения стали нормой то есть это нормально к этому привыкли и это воспринимается нормально но это еще 10 лет назад было ненормально но на сегодняшний день это стало нормальным это стало нормой то есть порнография она заполнила все в любом ларке продаются порнографические издания и так далее то есть это стало нормальным и это то что было в одни ноя теперь давайте мы посмотрим что говорится о днях лота бытие 19 глава вы записали 4 основных признака времен ноя первое это сверхъестественность астанинское вторжение или оккультизм есть да оккультизм второе развращенное мышление третье насилие и четвертое половое извращение всякая плоть извратила свой путь половое извращение или половая извращенность вот девятнадцатая глава бытия как вы думаете что во времена лота было таким показательным моментом с четвертого по девятый стих еще не легли спать помните ангелы пришли в садом еще и я выведу их к вам делайте с ними что вам угодно только людям не делайте ничего так как они пришли под кровь дома моего но они сказали пойди сюда и сказали вот пришелец и хочет судить теперь мы хуже поступим с тобой нежели с ними и очень приступали к человеку сему к лоту и подошли чтобы выломать дверь у меня есть несколько книг Вилкерсона Дэвид Вилкерсон есть такой автор и у него есть книжка которая вышла в девяносто восьмом году называется последний призыв к Америке я хочу зачитать выдержку с этой книжки здесь глава называется зловещий рост воинствующего гомосексуализма но вы знаете что гомосексуализм в наше время уже воспринимается нормально то есть это стало уже нормой я хочу зачитать то что здесь написано я хочу рассказать вам об одном обществе которое отвергло Бога и в результате погрузилось в бездну глубокой тьмы презирая свет оно стало магнитом для всякого рода злых духов законы порядок рухнули каждый человек сам для себя стал законом целое общество было предано дьяволу и не осталось никакой моральной силы могущей помешать его стремительному падению в преисподнюю у этих людей не осталось никакой чести порядочности или чувства собственного достоинства у них не было никакого почтения к ценности чьей-либо жизни справедливость и доброта постепенно исчезли они были порабощены похотью и распущенностью они глумились над добродетелю совесть их стала выжжена и огрубела они насмехались над страхом божьим и высмеивали праведность и безразличием животного у них нет никакой жалости к бедным все духовные желания были угашены их богами стали грубый материализм и плоские похоти эти люди стали совершенно бесчувственными так как самые гнусные кровавые злодеяния воспринимались как нормальное поведение я действительно описываю здесь два общества Содом и Америку мы знаем об ужасном конце Содома писание показывает нам что Америка быстро становится еще одним Содомом в древнем Содоме гомосексуалисты вышли из своих укрытий стали активистами наводя демонические чары на целое поколение мужчин и мальчиков они приобретали политическое влияние контролируя все Содом стал мировой столицей гомосексуалистов обществом столь мерзким нечестивым и помешанным на насилие что их грехи громом отдавались в небесах достигая божьего присутствия адскими воплями Бог послал в Содом двух ангелов и казалось даже они были шокированы полной деградацией и нечестием которое они увидели это общество насмехалось над семейными ценностями как бы могло какое-либо общество управляемое воинствующим гомосексуальным духом не свидетельствовать о разрушении добропорядочной семейной жизни никто из пришельцев мужского пола не был безопасен в Содоме по улицам и аллеям парков свободно расхаживали бродячие шайки гомосексуалов в поисках жертв и никто не осмеливался их остановить ни политики ни полиция ни появление разгневанных родителей однако и поколение жившее в то время в Содоме получило одно благословение от Бога он избавил их от кровавой войны когда Бера был царем в Содоме и Бирше царствовал в Гаморе четыре сильных народа выступили против них и взяли их в плен разграбив все их имущество но Бог послал Авраама чтобы спасти царя Беру и своего племянника Лота и все было восстановлено но даже это великое избавление не изменило злых путей Содома этот народ воспринял Божье благословение как должное и не прославил его за эту победу подобно Содому Америка раз за разом была избавляема Богом однако мы не столько хранимы от суда сколько для суда если не смиримся перед Богом Бог проявил свою великую милость к Содому как раз перед тем как уничтожить его и он сделал то же самое для нашего народа во время войны в Кувейте и Ираке но подобно Содому Америка не изменится воинствующий гомосексуализм будет продолжать беспрепятственно набирать силы и грех будет царствовать бродячая толпа с содомских гомосексуалистов услышала что дом Лота посетили двое мужчин они окружили этот дом пытаясь выбить двери чтобы учинить групповое насилие над пришедшими ангелами где же в это время был царь Бера где были политики никто не возвысил голос против происходящего благодаря гомосексуализму это общество потеряло всякий страх и совершенно порабощено было этим пороком и так ангелы поразили слепотой этих гонимых похотью мужчин но даже ослепнув они все еще ощупью искали дверь чтобы удовлетворить свои неистовые похоти если бы ангелы могли плакать эти двое наверное бы рыдали глядя какое печальное зрелище представляет эти мужчины сотворенные по образу Божию которые опустились до уровня пресмыкающихся животных эти развращенные люди готовы были убить лишь бы удовлетворить свою демоническую похоть фактически они довели Лота до того что он сказал им вот у меня есть две дочери возьмите их и насилуйте их всю ночь я отец двоих дочерей и я не могу себе представить ту силу вызванную этой буйной толпой которая бы могла заставить человека отдать своих девственных дочерей этому неистовому сборищу но эта толпа даже не захотела этих молодых женщин они хотели мужчин Писание говорит что гомосексуалисты не были изолированным меньшинством но большинство все от мала до велика от молодых до старых собрались разве Бог не обращал внимания на их грех разве Он отложил день расплаты сколько Бог ждал чтобы этот неистовый гомосексуальный дух стал таким дерзким пока этот неистовый гомосексуальный дух стал таким дерзким и бесстыдным что хотел попрать то что было свято вспышка божьего суда происходит тот час когда воинствующий гомосексуализм усиливается нападает на то что божественно и свято два ангела посланные в садом представляли божьи интересы на этой земле то что являлось небесным божественным духовным сверхъестественным однако жители этого города были так дерзки горды и надмены что они напали на тех которые представляли божьи интересы лота и этих двух ангелов в тот самый час когда этот гомосексуальный дух садома атаковал дом праведного лота бог сказал хватит я истреблю их на утро когда это буйное гомосексуальное общество отсыпалось после ночного дебоша ахони серо пали на садом давид свидетельствовал верно всех отступающих от суставов твоих ты не слагаешь как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли псалом 118 118 119 стих вы скажете как это может случиться с нами потому что содом не был похож на Америку содом родился языческим жил и умер языческим но Америка была рождена христианской и все еще остается христианской в таком случае позвольте мне рассказать вам еще об одном таком обществе рожденном от Бога семени Авраама о народе которому некогда были вверены заветы и обетования Господа Бога эта история описывается в 19 главе книги Судей и повествует о колене Вениаминовом и небольшом городе под названием Гива помните эту историю один левит пришел в Гиву возвращаясь домой вместе со своей наложницей которая убежала от него в дом своего отца некто обнаружив что этот левит расположился ночевать на улице упросил его войти в свой дом потому что на улицах было небезопасно небезопасно на улицах небольшого города можете вы спросить там жили вениаминитяне потомки некогда доблестных воинов Господа выступающих под знаменем Яговы когда-то это было благочестивое место где по улицам резвились дети и на устах гражданах была постоянная хвала Богу но теперь здесь господствовал иной дух Гива стала гомосексуальной столицей в вениаминитян рассадником гомосексуальной похоти над городом навис зловещий дух насилия дети больше не играли на улицах Божье имя теперь не славилось а хулилось это общество рожденное в Божьем сердце которое он столь долго носил на своих любящих руках теперь управлялось воинствующими садомитами как и в Садоме здесь восстал гомосексуальный дух бросая вызов всему что свято так они развеселили сердца свои вот жители города некогда сыны некоторые сыны Белиала окружили дом стучались в двери говорили старику хозяину дома выведи человека вошедшего в дом твой и мы познаем его эти люди были настолько дерзки что они боялись Бога готовы были надругаться над проповедником и опять-таки то что представляли представляло Божьи интересы на земле стало мишенью для мерзких духов для этих людей было мало того что они имели всех юношей и мальчиков в городе им надо было также коснуться Бога хозяин дома вышел к ним и сказал им нет братья мои не делайте зла когда человек себе вошел в дом мой и не делайте этого безумия вот у меня дочь девица а у него наложница выведу я их смирите их и делайте с ними что вам угодно а с человеком с ним не делайте этого безумия подобно лоту этот человек говорил вот моя дочь возьмите ее и делайте с ней все что хотите но они не хотели слушать его тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра и отпустили ее при появлении зари и пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека у которого был господин ее и лежала до света господин ее встал поутру отворил двери дома вышел чтобы идти в путь свой и вот наложница его лежит у дверей дома и руки ее на пороге бедная женщина вероятно полночи царапала дверь чтобы попасть назад в дом прежде чем умереть от надругательств но хозяин дома лег спать он левит сказал ей вставай и пойдем но ответа не было потому что она умерла он положил ее на осла встал пошел в свое место пришедший в дом свой взял нож и взял наложницу свою разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевой этот левит послал часть тела своей наложницы в каждое колено Израилева и это устрашило народ они сказали никогда в нашей истории не случалось столь низменного и гнусного чтобы кто-то разрезал на куски тела что могло кого-то заставить пойти на такое страшное дело всякий видевший это говорил не бывало и не видно было подобного а дня из шествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня обратите внимание на это и посоветуйтесь и скажите возлюбленные разрезание на части мертвого тела было достаточно ужасно но наихудшим грехом было то что Гива стала гомосексуальным центром и все колено Вениаминова было готово сражаться за свое право оставаться воинствующими вольно разгувливающими гомосексуалами они взялись за оружие в защиту случившегося своими действиями они говорили наши братья имели право делать то что они сделали но Бог послал суд и в последующем сражении было убито 65 тысяч человек 40 тысяч израильтян и 25 тысяч 100 вениаминитян затем город был сожжен дотла вместе со всеми воинственными жителями развратная Гива превратилась в следующие развалины Америка хуже Гивы все наше общество больное ничто нас уже не шокирует мы стали бесчувственны козлу я говорю вам Америка больна вы не можете сказать мне что Бог не гневается что он просто не замечает этого однажды я получил записку от одного известного евангелиста которая глазила не говори против Америки ее лучшие дни еще впереди Бог доволен ей нет это в точности является тем что как говорит Библия будут заявлять последние дни лжепророки почти каждый день мы слышим о кровавых бессмысленных убийствах по всей стране большинство живущих в Нью-Йорке не прольют ни единой слезы слушая сообщения Daily News грудной младенец был найден в пластиковом мешке в мусорном ящике возле Фултон стрит 19-летний юноша отверженный великосветским обществом был найден лежащим на мусорной куче завернутый в плед вблизи многоквартирного жилого дома на восточной стороне где живут богачи полиция обнаружила части тела четырехлетней девочки втиснутыми в чемодан оставленными в прихожей подожженным в бронгсе многоквартирного жилого дома как мы можем не плакать когда наши общеобразовательные школы превращаются в позорные центры сексуального насилия Нью-Йорк пост сообщала 20 марта в секс в школах исследование показывает шокирующий уровень полового насилия в школах миллионы жертв в общенациональном масштабе одна из пяти девочек подвергнутых насилию в возрасте до 16 лет учителя технический персонал директора и охрана все уровни замешаны в актах насилия над нашими детьми один из членов администрации школы в бронгсе заманил 13-летнего мальчика к себе на квартиру смотреть порнофильмы и соблазнил его американская ассоциация школьных администраторов была шокирована узнав что каждый седьмой персонала сегодня мы видим печально испуганные лица миллионов невинных детей изнасилованных мужчинами принужденных к инцесту своими же родителями соблазненных учителями проповедниками и священниками и вы еще можете говорить что бог улыбается Америке вы не можете сказать что наш святой справедливый бог будет стоять в стороне в то время как наши как еще миллионы наших детей будут украдены изнасилованы и загублены Америка достигла критической точки за которой начинается божий суд мы уже уподобились всем этим обществом прошлого которые допустили рост доминирующего вызывающего гомосексуального духа я думаю может быть ангелы уже ходят по нашим улицам в ужасе при виде того с какой скоростью эта страна мчится в ад но мы можем быть уверены что есть одна вещь которую бог не допустит и если это случится мы можем знать что пробил часть суда бог не позволит гомосексуальным духом попирать его святое имя или прикасаться к его помазанникам однако все это происходит прямо сейчас в Америке в штате Мэйн газета портленд пресс геральт обслуживающая консервативный округ опубликовала статью о заглавленной специальная комиссия пресвитерианской церкви рекомендует посвящать духовный сан гомосексуалистов в ней говорится что исследование называемое так считает большинство заявляет что гомосексуализм не является грехом скорее любой вид секса морально нейтрален доклад также содержит следующую позицию по части подросткового секса отстаивать позицию просто скажи нет это не ответ чего мы хотим научить молодых людей так это принимать хорошее решение когда правильно сказать нет они скажут нет а когда правильно сказать да они скажут да я спрашиваю вас когда это было правильным для ребенка говорить да сексу в этой же газете преподобная Росс Мэри Денмор лесбиянка заявляет что она разгневана тем что гомосексуальные и лесбийские служители не допускаются к работе с детьми она говорит отделение взрослых гомосексуалов от молодых которые могут быть гомосексуалистами лишают их взрослых партнеров в которых они могут нуждаться вы слышите что она говорит теперь гомосексуалисты хотят иметь доступ к нашим детям одно дело когда гомосексуалисты выходят из укрытия требуют равных и особых прав продвигаться по ступеням правительственной лестницы влиять на средства массовой информации лоббировать в конгрессе законопроект о регистрации в качестве супругов и приемных родителей добиваться такого влияния что Empire State Building был освещен лавандовым светом в честь празднования недели гомосексуалистов и мэр Нью-Йорка возглавлял их парад танцуя с ними до полуночи называя их дискриминированным меньшинством и приравнивая их к лидерам борьбы за гражданские права и Мартину Лютеру Кингу но совсем другое дело когда этот дух поднимается так что затрагивает божьи интересы здесь на земле вот когда Бог говорит хватит на протяжении всей Библии это является тем моментом когда Бог начинает действовать и теперь мы видим последнюю позорную клевету на Иисуса в Нью-Йорк прибывает театр с представлением в котором Иисус изображен сожительствующими со своими учениками не является это последней каплей вы знаете что в Америке сняли фильм на эту тему я буду говорить со всей смелостью о том что Бог положил мне на сердце я хочу побеседовать с вами о некоторых других сексуальных отклонениях происходящих в Америке я не имею ввиду действия гомосексуалистов в Гринвич Виллич а также мрачные сексуальные убийства Джеффри Дагнера который убивал и ел мясо некоторых своих гомосексуальных партнеров нет это не те грешники которые больше всего сокрушают Божье сердце они всегда предавали своим грехам скорее Божье сердце скорбит о чем-то более злом чем это Бог скорбит о внезапном моральном крушении тех которые называют себя христианами я вам хочу сказать последнюю новость кто из вас слышал такое имя Робертс Леардон на сегодняшний день он сошел в сослужение и у него возникла проблема с гомосексуализмом то есть эта статья была напечатана в журнале Харизма то есть это вам свидетельство того что мы живем последнее время то есть я думаю что после того что я вам зачитал вопросов нету это касается Америки но доста да то есть это говорит о том что дох гомосексуализма атакует и помазанников божьих я верю что Роберт Леардон является реальным божьим помазанником и у него возникли серьезные проблемы это говорит о том что дох гомосексуализма на сегодняшний день начинает доминировать в американском обществе и не только то есть это стало нормой и мы с вами уже к этому привыкли но Бог к этому не привыкнет агрессивный гомосексуализм и жестокость я думаю это хорошая иллюстрация была к этому пункту дальше что мы видим еще и во времена Ноя и Лота в Евангелии от Луки в 17 главе написано в Евангелии от Луки в 17 главе там говорится о том что происходило во дни Ноя и Лота 17 глава